Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня мы с вами будем кушать грузинские хингали. Как вы знаете, в прошлом Мукбанке я в конце там промолвилась, что вот сейчас бы грузинские хингали, и все мне начали в инстаграме писать, что Айка давай, 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 давай! Я подумала, почему нет, но уже на улице темно, и получилось так, что пришлось искусственное освещение притащить. Если честно, вот я смотрю на картинку, мне совершенно не нравится с искусственным освещением, лицо кажется каким-то старым, это, наверное, из-за того, что это не профессиональное какое-то освещение, это просто обычная лампа, которую я использую для гель-лака. Мне уже давно надо купить нормальный ринглайт, но, как вы видите, я хотела заказать с Алиэкспресс, но ничего не доходит, плюс не возвращают тебе деньги. Поэтому я пока что приостановила этот процесс, решила, что куплю, когда уже все восстановится. Поэтому решила как-то вот так вот обойтись пока что. Дальше уже видно будет, потому что смысл заказывать, если все равно не придет. Подписчица подарила мне кисти для макияжа. Они тоже в дороге застряли в одном и том же месте. В общем, не буду на этом останавливаться. Но это жутко раздражает, потому что получается, что тебе даже не дают информацию о том, где твоя посылка. И когда тебе ее доставят? Хотя бы сказали через месяц, через два, через три. Это жутко бесит. Еще у нас везде все закрыто, как вы знаете. Поэтому особо ничего не купишь, особо никуда не сходишь. Но зато это помогает настолько экономить деньги, вы не представляете. Это просто за последние 15 дней я просто покупала продукты и все. Я из тех людей, которые заходят в магазин и видят скидки. Надо, не надо, хватаются за все. Потом это все у меня валяется дома, некуда класть, места нет. У нас еще дома такой неудачный проект. Вроде квадратура большая, а комнаты маленькие. Коридор огромный. Неудачный, в общем, проект. Мы даже не обратили внимания на это после того, как мы купили. Когда дядя уже к нам в гости пришел, он сказал, что какой ужасный проект. Комнаты маленькие, а квадратура огромная. Огромный балкон. И малюсенькие комнаты. Очень неудобно, когда ты выбираешь мебель. Вроде квартира 115 квадрат, а хрен что поместишь. А иногда бывает такой проект. Прям классный. Вроде небольшой. Квартира небольшая. Но уютная. Вместительная. Поэтому как-то так. Макаем. Макаем. И кушаем. Я ходила на географию к одной учительнице. И у нее была такая крутая квартира. Вроде маленькая, но столько вместительная. Супер. А вообще в идеале. Я всегда сидела и играла в Sims. И мечтала, что когда-нибудь, когда я буду работать, я построю собственный дом. Ну, там просто такой дом я строила. Такой огромный. Чтобы такой дом построить, который я строила в Sims. И мечтала, что у меня когда-нибудь будет такой дом. Мне нужно, наверное, пару жизней точно. Давайте начну отвечать на вопросы. Мария задает вопрос. Могла ли ты быть в роли любовницы, если очень сильно бы любила мужчину? Если представить, что на момент знакомства с парнем, например, да? Я не знала о том, что он женат. Я бы, наверное, рассталась, потому что я собственница. Я бы не смогла вот это вот пережить, что он, например, прощается со мной, идет домой, там со своей женой. Я бы ему поставила выбор. И это если я действительно очень сильно любила. А если бы я знала, что мужчина женат? Я считаю, что в такую семью лезть – это большой грех. Где есть дети. Потому что завтра с тобой тоже может произойти то же самое. Сегодня ты его увела из семьи, завтра он от тебя ушел к другой. Это просто... Такой тип мужчина. Всегда будет гулять, всегда глаз его где-то будет там. Передо мной пример моего отца. Он очень верный человек. И я мечтаю, чтобы в моей жизни тоже так было. Мне так же повезло, как моей маме. У меня у отца есть и другие минусы. Но самое главное, что он очень верный человек. Предан своей семье. Если бы даже он когда-то ушел от мамы, хотя я не верю в это. Он бы просто все оставил маме и ушел. Ты иногда видишь, развод мужчины все отбирает. Не знаю, оскорбляет. А на что ты себе заработал? Ну, трусы и все. Ты так думаешь, фу, ужас. Какой ужас. В семье всякое бывает, но я считаю, что неправильно говорить о том, что мужчина имеет право изменять. Я не помню, я смотрела какое-то интервью. Азербайджанская какая-то певица сказала, что физическая измена это не измена. Типа это измена, если он душой влюблен в другую девушку. Если у него есть любовница, вот это вот измена. А если один-два раза там переспал с кем-то, то это не измена. Но я не согласна. На мой взгляд, любая измена это измена. И я бы не простила. Я бы не дала вытирать об себя руки. Ой, ноги, руки. Нос бы вытирать не дала об себя. И именно из-за этого я работаю, никогда не брошу свою работу, чтобы быть независимой. Чтобы если вдруг мне когда-нибудь... А в жизни может быть все. Вот никогда нельзя говорить никогда. Никогда не зарекайтесь, девочки. То есть бывает все. Поэтому нужно иметь работу. Нужно быть независимой, чтобы если что он сказал, что досвидули, ты скажешь, ну и пошел ты. У меня и так и все круто. И без тебя. Так что не парься обо мне. Ну, конечно же, я хочу создать семью раз и навсегда. Но если мне указывают на дверь, я не собираюсь за это бороться. У мамы есть подруга. И муж с ней развелся. И она прям умоляла его. А вот чем больше она его умоляла, тем больше он думал, что нахрена она мне нужна. Как багаж без ручек. То есть не надо унижаться. Зачем? В большинстве случаев все равно все бывшие возвращаются. Вопрос времени. И это время будет тогда, когда тебе это уже нафиг не надо. Следующий вопрос. Каких тиктокеров ты смотришь? Кто именно тебе нравится? Кого я смотрю, я подписана. Вы можете посмотреть в тиктоке у меня в подписках. Мне очень нравится карнавал. Мне кажется, она Абаля. Она очень красивая. Очень красивая. Она очень милая. Не знаю, прям я умиляюсь ее красоте. Потом, кто мне нравится из тикток? Мне очень нравится Ольга Бузова, как она снимает тиктоки. Мне нравится, что она всегда везде в теме. Я очень хочу, чтобы в ее возрасте я тоже была такой же, как она. То есть она всегда в теме. Кто ездит в какие-то хайп-хаусы, у нее инстаграм, там 20 миллионов подписчиков, ютуб опять же ведет. Везде в теме, везде в работе. Я смотрю на таких людей. Просто беру пример. Надеюсь, что когда я буду в таком возрасте, у меня тоже все будет так. Чики-пики. Потому что это со стороны всегда кажется просто. А когда ты находишься непосредственно там, ты понимаешь, как это сложно. Вообще, я считаю, что на данный момент у зрителя настолько большой выбор, что если ты не будешь вовремя снимать видео, как-то забьешь на свой канал или на свой инстаграм, к примеру, то зритель просто развернется и уйдет к блогеру, у которого все с этим нормально. Так что в этом плане, мне кажется, Бузо прям молодец. Еще кого я там смотрю в ТикТоке. Лорен Грей. Мне она очень нравится. Очень-очень. У нее есть еще ютуб, там макияж и все дела. Мне, опять же, нравится, девушка красивая. Прям смотришь и... Мне кажется, Лорен Грей знают все. Она еще поет. Но песни как-то мне не очень заходят. Мне больше заходят ее каверы. Ну и Дина, конечно же. Как же без нее? Забыл совсем парней с ТикТока, кого я смотрю. Никого, по-моему. Почему я пью всегда вот так вот, а не вот так вот? Я могу объяснить. У меня здесь коробка. Здесь я буду пить вот так. Низ бокала ударяется об коробку. Поэтому мне приходится делать вот так. Чтобы все было вот так вот близко, к сожалению, приходится оставить коробку. Я могу с Дарей снимать, но, не знаю, мне такой формат не очень. Мне больше нравится, когда прям близко, прям все видно. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылочка будет внизу. И еще я начала снимать для вас неделю влогов. Поэтому каждый день ждите новый влог на моем канале. Поэтому подписывайтесь и ставьте колокольчик. Всем желаю удачного дня. Пока!